В 2016 году городом была разработана схема движения больше груза в Одесский порт. В 2017 году мы получили сейчас вымогу национальной полиции изменить схему движения. Сегодня это схема движения, это когда транспорт с окружной трассы следует по, минуя Усатого по ряду улиц, по Балской в том числе дороге и попадает на территорию порта. Сегодня мы получили, ну не сегодня, несколько дней назад, мы получили вымогу полиции изменить схему движения, пустить большой груз по улице Головатого, Черноморского казачества, Балковской, ну и по другим, в общем-то, серьезным магистральным улицам города. В соответствии с законом у департамента транспорта было 10 дней на подготовку ответа и на принятие решения. Мы подготовили официальный ответ в органы национальной полиции. Наша позиция заключается в том, что мы, к сожалению, не можем выполнить эту вымогу, потому что эта вымога приведет к ухудшению безопасности пешеходов общественного транспорта, личного автотранспорта, а сама суть вообще вымоги, согласно законодательству, это требование к органам местного самоуправления улучшать безопасность на дорогах. Поэтому, учитывая, что эта вымога не улучшает, на наш взгляд, а ухудшает и может ухудшить серьезно вопрос безопасности движения, поэтому мы эту вымогу на данный момент выполнить в полном объеме не можем. В то же время мы сегодня по итогам совещания договорились провести в случае необходимости дополнительные какие-то мероприятия с полицией, в том числе по работе, по большегрузу. Ну и как уже сегодня звучало, город прилагает максимальное усилие, чтобы все-таки портом, частными компаниями было принято решение о скорейшем начале строительства дорогих АДЖБ-2. Сейчас тоже же присутствует большегруза на этих улицах, достаточно много. Они нарушают запрет, получается? Сегодня есть два грузовых зерновых терминала, на которые нет заезда с эстакады, и сегодня, к сожалению, больше груз двигается на эти терминалы. Мы уже поднимали этот вопрос перед Одесским портом. Почему? Потому что, в общем-то, позиция департамента транспорта заключается в том, что с увеличением грузопотока, вы видите, что увеличивается количество именно зерновых, это тенденция по всей стране. Мы считаем, что грузоводельцы, порты должны все-таки больше быть уже ориентированы на работу по приему железнодорожных вагонов. Почему? Потому что сегодня большегруз уничтожает и дороги области, и, если таки можем, конечно, он уничтожает дороги к городу. Поэтому такая проблематика также есть. Действительно, сегодня большегрузы не только повреждают железнодорожное полотно, но и еще повреждают трамвайное полотно, которое они пересекают при заездном терминалу. Скажите, пожалуйста, если не будет Хаджи-Бе-2 в данных условиях, как вы видите возможность разгрузить наши дороги? Как решить эту проблему? По закону. Просто нужно выполнять требования закона. Согласно законодательству, движение транспорта весом больше чем 24 тонн под дорогами местного значения запрещено. Поэтому нужно просто нам всем вместе, каждому на своем уровне, где-то патрульная полиция, где-то УКТ, где-то департамент транспорта и так далее, выполнять требования закона. Если транспорт проехал под запрещающий знак, закон дает возможность штрафовать. Сейчас, возможно, это пока неэффективно, но я убежден, что все-таки мы сделаем эффективную систему привлечения к административной ответственности за нарушение элементарных правил дорожного движения.